Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии в студии Марина Баль. Личная неприязнь могла оказаться причиной большой трагедии, которая произошла в Ижевске 9 ноября. От взрыва бытового газа произошло разрушение многоквартирного дома, в результате чего погибли люди. Полностью разрушено 8 квартир, 23 частично. Уже на следующий день, 10 числа, следователи задержали сына хозяйки квартиры предполагаемого эпицентра взрыва. А после допроса появилась версия, мотивами преступления могла стать личная неприязнь подозреваемого. Уследствие сомнений в психическом здоровье задержанного это определит судебно-психиатрическая экспертиза. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело убийства двух и более лиц, совершенные общественным способом. В республике продолжается работа с жильцами обрушившегося дома. План действий был сверстан рабочей группой совместно с министром по чрезвычайным ситуациям. Как это было, напомним прямо сейчас. У меня, получается, два осколка прилетели в щеку и три в шею. Здесь два швана ложили в шею и два в щеку. Девятикласснику выбраться из обвалившегося дома помогли уроки ОБЖ. Вспомнил правило – дверь завалена, выход в окне. Благо, курсы подготовки к экзаменам были на первом этаже. Под завалами остались вещи, но забрать их пока не получится, идет активная фаза работ. Там, когда спасатели работают, там есть достаточно такие разрушения, скрытые. Когда газ все-таки взорвался, это объемный взрыв и произошло раздвижение, правильно слово сказать, стенок и нарушение несущей конструкции. Так что давайте тоже не загадываем. Сибирские спасатели самолетом из Красноярска прилетели ночью. Так же, как отряды из Башкирии, Татарстана, в Ижевске работает мощная группировка МЧС. Во главе с министром Владимир Пучков вместе с Александром Бричаловым сразу отправились в пункт временного размещения пострадавших. Пообщавшись с людьми, задача для Минздрава – отправить бригады врачей. Дальше, например, мальчишка, 15 лет, он остался, у него на глазах погибли родные. Значит, уже педиатр, который он наблюдал, должен быть рядом, потому что он его знает. И все ваши профессиональные медики должны быть на месте. Хорошо? Давайте займитесь. Сегодня известно, в доме проживало 570 человек. Восемь квартир разрушены полностью, еще 23 частично. В них прописаны 106 человек. Все они получат единовременную материальную помощь под 10 тысяч рублей на первоочередные нужды. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости за частично утраченное имущество 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное имущество 100 тысяч рублей на человека. Единовременные пособия гражданам, получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью с счетом степени тяжести. Вреда здоровью из расчета степени тяжести. Вреда тяжкий вред или вред средней тяжести. 400 тысяч рублей на человека. Легкий вред 200 тысяч. Со всеми вопросами люди идут в пункты временного размещения. Одних расселяют в санатории и гостиницы. Горожане все спрашивают. Детям-то что-то нести надо или у вас все есть? Ну, если домой пускают, значит, ну, нас не пострадало, нам, в принципе, не надо. Мы взялись, подошли. Нас бы только вот куда-то разместить, пока нас домой не пустят. Другим помогают восстановить документы. Органы ЗАГС к вечеру привезут уже документы, которые касаются Кизнера. Вот у меня, пожалуйста, здесь, значит, Завьяловский район, есть Увинский район, Шарканский район. То есть вот это вот мы сегодня должны все отработать и привезти к вечеру. Если потребуется оформление пенсии по инвалидности, по потере кормильца, здесь я сейчас просто проконсультирую, дам консультацию. Все записали, адресат дали, телефон дали, куда идти, сказали. Выплаты на первоочередные нужды выдают тут же. Если паспорт утерян, то делают миграции документы, и по документам они приходят и получают. Быстро это? Это быстро. Но главный вопрос для всех – жилищный. Сейчас в доме работает лаборатория МЧС, комплекс «Струна». Через три дня эксперты вынесут вердикт зданию. Он определит состояние основных несущих конструкций, а специалисты МЧС России подготовят официальное заключение о состоянии всех подъездов каждой квартиры этого жилого дома. Причем к этой работе мы привлекаем и специалистов республики Удмуртия, и всех жителей этого дома, чтобы каждый имел достоверную информацию и принимал участие в оценке состояния несущих конструкций, всех систем жизнеобеспечения непосредственно в своем доме, в своем подъезде. Глава Удмуртии подчеркнул – квартирным вопросом уже занимаются. Людей, конечно же, интересует вопрос с жильем. Это и пятый, и шестой подъезд, да и остальные. В других подъездах мы не оставим людей на улице. В ближайшие сутки, пока будет проводиться экспертиза по дому, все обеспечены комфортными условиями, питанием и всем необходимым. В дальнейшем будем принимать соответствующее решение. В первую очередь, конечно же, это пятый подъезд. Уже и город, соответствующие службы и Министерства строительства правительства Удмуртской республики работают над этой проблемой. Еще раз повторюсь, люди должны знать, мы их не оставим на улице и наедине с этой проблемой. Ипотека, кредиты, долги, кипы документов, домашние животные – вопросов очень много. Их будут решать индивидуально, гарантирует Александр Бричалов. Задавать вопросы, оставлять жалобы можно даже на страничках главы в соцсетях. Оперативный штаб работает, номера телефонов горячей линии круглосуточные. По графику, поисково-спасательная операция завершится к полуночи. Марина Балин, Ребусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Жители Удмуртии и многих других регионов приступили к сбору гуманитарной помощи. Руководитель МЧС страны попросил власти республики определить для этого единую организацию, работа которой должна быть абсолютно прозрачной, чтобы не допустить мошенничества. В Удмуртии сбором средств займется фонд поддержки местных инициатив сообщества. Реквизиты размещены на официальном сайте главы и правительства республики. Деньги можно отправить как переводом, так и через СМС. Все собранные средства будут переданы оставшимся без крови жильцам дома номер 261 по улице Удмуртская. Как сообщил глава региона, фонд ежедневно будет отчитываться о поступлении и распределении средств. И в первый же день сбора на 7 часов вечера 10 ноября фонд собрал 800 тысяч рублей. 100 лет советской милиции. В юбилейный день нашим силовикам было не до праздника. Весь состав Удмуртии мобилизован, торжества в честь Большого юбилея отменены. О тех, кто на посту, Елена Абуховская. Да, передано ваше сообщение. Ожидайте, подъедут к вам. К вам подъедут, ожидайте. Телефоны дежурной части не умолкают ни днем, ни ночью. Даже в профессиональный день МВД дежурство не останавливается ни на минуту. Звонков много, большинство с проблемами. Но исключения есть. Очень много на сегодняшний день, конечно, звонков. Бывают таких, которые пустые. К сожалению, отвлекают силы полиции. В среднем, где-то на одного сотрудника на сегодняшний день приходится где-то 300 входящих и исходящих звонков. Выступаем в роли психологов. То есть где-то успокаивать надо людей. То есть даже, ну и преступления, в отношении которых произошли. Успокаивать людей и предотвращать преступления – задача и для батальона ППС. Сегодня полицейские тоже на посту. Среди них Владимир Матвеев. Рабочую смену начинает с инструктажа и общего развода. Индустриальный район на машине патрулирует 17 лет. Некоторые уже узнают, как бы сказать, столько лет, получается, работаешь в одном районе, в одной структуре. То есть народ уже знает, узнает, приезжаешь, получается, на одни и те же примерно адреса. Они здороваются, уже говорят, что здравствуйте, уже по имени, по отчеству узнают. То есть им уже даже приятно, когда приезжаешь, они уже знают, о чем поговорить можно. К столетию советской милиции в Ижевске появилась стелла памяти. На плитах мемориального комплекса имена милиционеров-фронтовиков и тех, кто погиб в мирное время, исполняя служебный долг. Среди них полковник милиции Николай Перевозчиков. В 94-м громкое ЧП в Ижевске помнят многие. Заместители министра внутренних дел Удмуртии, полковника милиции застрелили вместе с семьей в своей квартире. Здесь Иван Корничко-Пленко, ушедший от нас не так давно, участник Сталинградских событий, который потерял челюсть. Он с искусственной челюстью пришел в органы внутренних дел, отслужил еще 40 лет. Здесь я упоминал фамилию Перевозчика Николая Александровича, трагически погибший в мирное время, вся семья из автомата. Этот мемориальный комплекс установили на Хохряковском кладбище. И как раз здесь в разное время были похоронены погибшие сотрудники внутренних дел. Мы должны исполнили провести присягу. Может быть, какие-то мероприятия, связанные с воспитанием патриотическим. Я уверен, что количество людей, которые будут приходить, с каждого года будет возрастать. Лишь бы не возрастало количество фамилий на мемориале. Так случилось, что в день МВД полицейским не до праздника в Ижевске мобилизован весь полицейский состав. Большой прием, запланированный на сегодня, перенесли. Но в честь праздника сотрудники внутренних дел получали поздравления от своих коллег. Дата уж очень особенная. 100 лет. Внимание на связи Серов, от всей души, от всего сердца. Поздравляю, коллеги, с Днем сотрудников органов внутренних дел. Елена Абуховская, Илья Дериндяев, Василий Хохряков. Телеканал «Моя Удмуртия». И республика готовится к юбилею Калашникова. Это будет через два года. Но в музее имени легендарного конструктора уже начали готовиться. Здесь на днях открылась новая экспозиция АК-47. 70 лет на службе Отечеству. Впервые представлены материалы полигонных испытаний будущего АК-47 и его конкурентов, а также образцы, разработанные отечественными конструкторами-оруженниками в середине 40-х годов прошлого века. Изготовлены они в единственном экземпляре и впервые экспонируются вместе. На этом все. Удачи вам. До встречи.